Всем привет! Сегодня у нас на обзоре телефон под названием 3F150B2Pro или просто F150B2Pro. Это защищенный телефон. Короче, сейчас его продают на Алиэкспрессе и вы уже можете его купить. Этот бренд я уже несколько раз тестировал. Мне запоминается его внешний вид. Выглядит очень экстравагантно, очень интересно. Свои яркие у них есть фишки, шрифты особенные. И сейчас такой телефон версии 12256 можно приобрести примерно за 30 тысяч рублей. Не сильно-то и дешево, согласитесь. Бывает вот такой вот цвет оранжево-серый-черный и бывает более стандартный черно-серый цвет. Ну, в общем-то, телефон действительно стоит внимания, потому что здесь есть интересные характеристики, интересные фишечки. Открываем коробку. Коробка вот такая вот, тоже интересная, можно так сказать. Вот он сам телефон. В комплекте идет защитное стекло, которое предполагается, что вы сами наклеите с помощью вот этих вот двух салфеток, влажный и сухой. Дальше. В комплекте также идет комплект документов. Здесь вот куча разных бумажоночек. Быстрая зарядка черного цвета с выходом Type-C на 30 Вт максимальной мощности. И кабель USB Type-C. Двухсторонний, плетеный. Вот, собственно, и все. Вот такой комплект поставки. Конечно, там еще есть скрепка, чтобы открыть сим-лоток. Опа, сим-лоток здесь уже открыт, похоже. Интересно, а где он лежит? Я почему-то не понял. Почему-то сим-лотка нет. Просто нет сим-лотка. Как такое может быть? По-моему, я его не открывал. Его здесь нигде нет. Вау! Это что-то особенное. Не знаю, может, вы забыли мне положить. Но сим-лоток почему-то здесь отсутствует. Да, его здесь нет. Интересно, интересно. Не, ну его здесь реально нет. Здесь я тоже посмотрел. Здесь только лишь документы. Но здесь он не может лежать, сим-лоток, правильно? Кстати, скрепки тоже нет. Скрепка должна вот здесь быть, как я понимаю. Но что-то ее здесь нет. Да, иголочки тоже нет. Что-то с сим-лотком какие-то траблики у нас произошли. Ладно, давайте это опустим. Этот момент опустим. Мы посмотрим хотя бы характеристики. Но я думаю, что там две сим-карты точно поддерживаются. Здесь у нас такая вот наклейка идет. Которая тяжело отклеивается. У меня, кстати, телефон в оранжевом цвете. Блин, ну как же она тяжело отходит. Ох, как приклеено прочно. Капец. Вот такой дизайн. Согласитесь, выглядит интересно. Выглядит своеобразно. Красиво, ярко, броско. Здесь у нас система из трех... А, нет, походу, двух камер. Это, по-моему, ночная камера, да? Датчики какие-то. Покрытие такое матовое. Пластик. Красиво, красиво смотрится. Здесь у нас тройная вспышка. Справа кнопка включения. В ней же сканер. Качелька громкости. Металлические вставки по краям для сущей такой прочности для... Вообще, вообще не сгибаемый, да? Вот так уже не сломаешь, не помнешь, не погнешь. Экран здесь полностью плоский, без какой-либо защиты идет из комплекта. Но вам нужно будет доклеить самому. То есть, с завода ничего не клеит за вас. Экран полностью плоский, без единого скругления. Разъем для зарядки не закрыт заглушкой. Он открытый, USB Type-C. Микрофон динамик. Справа есть отверстие под ремешок. Углы усиленные. С такими наплывами большими, да? Да, с этой стороны у нас одна настраиваемая кнопка. И, к сожалению, сим-лоток почему-то у меня отсутствует. Странно почему. Ну ладно, давайте включим телефон, запустим. Появился логотип. Итак, телефон у меня запустился. Давайте проверим. Идет загрузка первоначальная. Максимальную яркость устанавливаю сейчас. Экран здесь обычный IPS, но большая диагональ. Это 6,8 дюймов. Это можно сказать, что фаблет. Настоящий полноценный фаблет. Габариты телефона 88. 81,8 это его ширина миллиметров. 176,4 длина. И толщина 14,9 миллиметра. Большой, большой телефончик. Такой лопата прям. Весит 349 грамм. 349 грамм. Я поставил максимальную яркость. Стандартный вот этот виджет с фирменными шрифтами, с необычными. Есть даже фирменное приложение, в котором мы можем что сделать? Соушал-мидия. А, мы можем подписаться на них в социальных сетях. Либо какую-то обратную связь обратиться. Почему, например, у меня нету сейчас сим-лотка, да? Хотя нет, подождите. Нажимаю обратную связь. Это, я думал, может им письмо написать или о какой-то проблеме заявить. А здесь он просто перекидывает в пункт обновлений. Короче, это прошивка такая, к которой надо, конечно же, привыкать. Для людей, которые первый раз такой телефон купят, нужно будет к ней попривыкнуть. Хотя, по сути, она базируется на чистом андроиде. Это обычный чистый 13-й андроид. Давайте посмотрим о телефоне. Здесь мы можем увидеть 13-й андроид, да? Android 13. И, возможно, в каком-то будущем он будет обновляться, конечно, до 14-го андроида. Но пока это еще неизвестно. Неясно, будет это или не будет. Ну, хотелось бы, чтобы было, конечно. Так, система обновления работает. Ну-ка, давайте проверим. Обновления сейчас конкретно нет. Работает телефон на последней прошивке, как я понял. Да, походу это так. По разрешению. Здесь у нас установлено разрешение Full HD+. IPS-экран. Неплохие углы обзора. Но ничего более. То есть, большая, конечно, рамка нижняя. Ну, у защищенных телефонов всегда так. Сверху мы видим фронтальную камеру, дырочка. По частоте обновления давайте посмотрим. Захожу в настройках экрана. В настройки экрана. Так, и частота. Вот она. 120 Гц. Да, максималочка. Это 120 Гц. Есть 90, есть 60. Но я поставлю автоматический выбор. Можно поставить фильтр синего. Выключить синее свечение. Можно переключиться в темную тему. Можно включить-выключить автоповорот экрана. И, наверное, пожалуй, пожалуй, все. Больше ничего такого интересного здесь в настройках экрана нет. Хочу изменить еще обои, потому что изначально стоят какие-то темные обои. Точнее, даже не темные, а вот такие какие-то обычные. Давайте поставим что-нибудь поинтереснее. Вот такие фирменные обои. Так, ну вот яркие. Давайте поставим вот такие яркие обои. Хоба! А, вот как это все выглядит. Сразу повеселел, да, экранчик. Сумка инструментов есть, как на всех защищенных телефонах. Всякие полезные сети, которые могут пригодиться вам в работе. Ой, сколько много разных этих. Что ему надо опять? Нужно было разрешение все дать. Вот такие здесь есть функции. Еще кнопку настроить можно в настройках. Наверняка можно. Боковую, левую. Так, интеллектуальная помощь. Тут пока разберешься в этой меню. Может быть, где-то конкретно значок есть специальный под эту кнопку. Так, может быть, здесь. Спикер, интернет, другие. Нет, так просто не разберешься еще. Что я хочу сделать? Я хочу вот эту кнопку настроить, на нее какие-то действия. Потому что сейчас она не реагирует на нажатие абсолютно. Как правило, в меню настроек есть специальный пункт под эту кнопку. Но здесь я его найти не могу. В этом телефоне. Вот, наконец-то. Оказывается, это находится в интеллектуальной помощи. Листаем вниз. Здесь умная кнопка. И уже здесь. Далеко припрятали. И уже здесь мы можем что-то настроить как-то под себя. Длинный щелчок. Так. Умная кнопка. Длинный щелчок. Почему только я могу вот это одно приложение только открыть? Я хочу что-то другое. Да, странно. Пока не могу понять. Не могу немножко разобраться. Давайте одиночный щелчок. Так, открыли одну функцию. Так, двойной щелчок. Настройки. Длинный щелчок. Должна открыться рация. Но я выключил. Ой, короче, настраивается. Настраивается пока непонятно. Потому что на длинное нажатие почему-то только рацию можно открыть. Вот и все. Да, пока очень странно. Итак, что же здесь у нас по железу? Железо здесь тоже довольно-таки простое. Это Helio G99. Процессор, который набирает более 300 тысяч в Antutu. Неплохой процессор. Я считаю его одним из самых удачных в последнее время у Mediatek. 6 нанометров. Современный техпроцесс. Не очень большая частота. Это позволяет процессору оставаться всегда холодным и не троттлить. 2.200. Максимальная частота. Видео ядром Ali G57. Память внутренняя UFS 2.2. Памяти много. Оперативки 12 гигов. Внутренней памяти 256 гигов. Давайте покажу вам результаты бенчмарков. Итак, мультитач. Уверенные 10 касаний. NFC модуль, конечно же, присутствует. Скорость памяти соответствует стандарту UFS 2.2. 700 мегабайт почти на чтение и всего 200 на запись. В Antutu 418 тысяч и нагрев до 33 градусов. Всего 1% аккумулятора он потерял во время теста. И график троттлинга вообще идеальный зеленый без ухода в желтую зону. То есть троттлинга здесь практически нет. Конечно же, PUBG идет отлично на этом процессоре. И самое главное, что не чувствуется нагрева. Ой, это я куда подвык попал? О, смотрите, первый раз такое вижу. Я на крышу приземлился и здесь сразу в дом спускаюсь. Офигеть, вот это удача. Тут у нас ламинат в домах, мебели нет почему-то в доме, только одна батарея стоит. Обстановочка, конечно, не айс, депрессивно, депрессивно. Потолок давит, потолок желтый весь, какой-то засаный, как будто соседи топят. Так, пиксели, графика, конечно, вообще пиксельная. О, это кто такой пробежал тут в розовом пальтишке? А, это мой кореш. Так, это мой кореш. Значит, вообще ни одной мебели дома нет. Вообще, как тут люди живут? Без диванов, без холодильников. На крыше, на крыше что-то валяется, короче. Ничего не подбирается. Вообще, какая-то просто локация галимая. Тут какие-то трубы сразу еще стоят. Что это, ребята, где я, вообще непонятно. Так, ну что, в принципе, поиграть можно. Здесь еще такой тонкая грань. Телефон не сильно тяжелый, не как многие, там под полкилограмма. 340 грамм. Это, в принципе, терпимо. И держать его двумя руками, не сказать, что прям сильно некомфортно. Можно держать. Вот я держу двумя руками, руки не устают, как на некоторых других кирпичах защищенных. Там прям даже вот минут 10 поиграешь, уже все, уже руки отваливаются. Держать его. Ну, представляете, полкилограмма в руке держишь на протяжении там долгого времени. Все равно как-то немного неприятно руки затекают. А здесь нет. Здесь как бы легкость ощущается такая. Даже можно одной рукой держать. Не сказать, что он сильно какой-то тяжелый. Но при этом батарея здесь на 10 тысяч. Он, блин, он не такой тяжелый, не такой толстый, как другие защищенники. А батарея в два раза больше, чем у стандартного телефона. Мы привыкли, что у стандартников там 5400, а здесь десятка. То есть по автономке он будет очень хорош, конечно. Но зато в других моментах в каких-то софте, да, не такой привлекательный. Софт обычный, довольно скучненький. Внешний вид тоже, ну, можно сказать, на любителя. Не все захотят себе покупать такой яркий телефон. Ну, с другой стороны, можно взять в черном цвете. Он будет смотреться проще. Это что за... Так, где кто вообще? Никого нету. Что-то непонятно, куда бежать. Так, и динамик здесь один. Не стереозвук. Динамик, вот он. Даже на машине на этой прокатиться нельзя. Она уже стоит тут. Вросла. Вросла в эту... В землю. Обалдеть. Звук, кстати, громкий. Я сейчас поставил максимальную громкость. Звучит телефон неплохо. Ну и вот я доигрался до победы. До победы в PUBG доигрался, короче. Нормально играть можно. По поводу камер. Значит, что у нас здесь за камеры? Камеры здесь навороченные. Я думаю, именно и потому, как бы он столько стоит. Потому что здесь поставили довольно крутые камеры. Это главный модуль 108 мегапикселей. 24 мегапикселя камеры ночного видения. И фронталка на 32 мегапикселя. Согласитесь, цифры впечатляют. Мегапикселей-то много. А толк с этого есть. Самое главное, толк с этого есть. Три светодиодных фонарика. Два ИК-фонаря. Вот этих вот. Это специально два инфракрасных фонаря, чтобы работал, так скажем, ночной режим. Ночное видение. Это когда вы полностью в темноте можете рассмотреть картинку. Но картинка будет черно-белая. Как правило, такое ставят в каждый второй защищенный телефон. Неплохая фишка, если что-то хотите сфотать в абсолютной темноте, в полной ночи. Я уже это тестировал. Реально работает. Можно зайти в ванну, закрыться в ванне. Будет полная темнота. Выключить свет. И сфотографировать будет видно плиточку, ванну, раковину. Ну, там все будет видно, в общем-то. Но это реально только, если вам надо в полной темноте что-то сфотографировать. С другой стороны, если вы находитесь в полной темноте, вы также можете просто на обычную камеру включить вспышку. И с помощью вспышки осветить себе какой-то этот, да? То есть, ну, не знаю. Есть ли в этом какая-то супер, какая-то потребность? Ну, наверное, может быть, у кого-то имеется. Давайте посмотрим, как снимает камера 108 мегапикселей. Фотки выходят вот такого качества. Ой, картинка выходит очень насыщенная, как любят делать китайцы. Прям выкручивают цвета на максимум. Посмотрите, какой яркий красный цвет. Голубой цвет на баллоне. В жизни он кажется менее насыщенным. Вот я сейчас на него смотрю. Ну, не сказать, что он прям такой ядовито-голубой. Так, ну и по буковкам. Ну, здесь я бы сказал, что даже третью строчку снизу видно не особо хорошо. Вот, например, буква М, она как-то сливается. Ну, а вот вторую снизу ее вообще практически непонятно. Вот это, например, что за буква вообще непонятно. Вот это тоже то ли И, то ли Н. Вот это тоже непонятно. То есть, ну, наверное, все-таки читаемо. Так, хорошо читаемо. Это где-то четвертая строчка снизу. Тут уже никаких вопросов нет. Б, К, Ш, М, И, И, Н. Вот эти вот обозначения вообще не читаемы. Все размытое получается. Конечно, камера 108-мегапиксельная, не топовая тоже здесь установлена. Либо все так работает, как бы софт кривовато, что не дает этой камере раскрыться. Так, фронтальная камера вообще на 32 мегапикселя тоже должна фотать хорошо. Но то, что я вижу, фотоет как будто опять-таки в каком-то тумане. Сейчас протер камеру. Ну-ка, давайте. Опять есть некое такое перенасыщение. То есть, видно слишком насыщенное лицо. Каких-то ядовито-оранжевых оттенков. Губы розовые, щеки какие-то. Вот тут красные уши, краснющие. То есть, да, есть проблемы с цветопередачей. Ну, и детализация тоже, видите, если при детальном приближении видны шумы. Камеры так и не могут поправить. А не сделать хотя бы такого, ну, добротно-хорошего качества. Просто не говоря уже о фотофлагманах. Просто хорошего, добротного, приемлемого качества. Нет. Майка сильно засвеченная. Прям тоже светится прям какая-то. И как от лампочки какой-то. Посмотрите, нереально. Нереалистичный белый цвет. Просто какой-то ядовито-белый. Хотя майка у меня... Вот, чтобы вы понимали, цветопередача, она так не светится. Она просто такого бело-серого цвета. А на фото она выходит прям как будто светится, как я не знаю. Короче, ну, не особо мне нравится софт. Вот, ну, не могут они до конца доделать его, привести в порядок. Видео снимается Full HD на фронталку. На заднюю камеру тоже Full HD. То есть, ну, блин, не знаю. Довольно грустно. Довольно грустно смотреть на это, когда покупаешь такой телефон за такие деньги. Получаешь подобное качество камеры. Не особо это и радует. Конечно. Хоть тут и мегапикселей много, но толку-толку особого нет. Ширика тоже нет. Максимальный зум здесь четырехкратный цифровой. То есть, ну, довольно примитивный телефон по фото-видеочасти. Даже нет Full HD 60 кадров записи видео. Довольно грустно реально это осознавать. Bluetooth версии 5.2 у этого телефона установлен. То есть, можно подключать Bluetooth наушники. Можно подключать какие-нибудь фитнес-браслеты. Но то, что круто, это действительно 10 тысяч аккумулятор. 10 тысяч аккумулятор хватит реально надолго. При этом толщина всего 14,9 миллиметров. Это ультра-легкий, точнее ультра-тонкий защищенный телефон с таким объемом аккумулятора. Тоньше уже вряд ли что-то найдете. Производитель заявляет, что мы можем до 46 дней находиться в режиме ожидания в этом телефоне от аккумулятора. То есть, больше месяца он проработает, просто лежа на полочке, можно сказать, в режиме ожидания. А если пользоваться им обычно, как обычным телефоном, то до четырех дней можно пропользоваться. До четверо суток можно с ним проходить без подзарядки. То есть, в неделю можно его заряжать всего по два раза. Очень прикольно. Если у вас нет доступа постоянного к розетке, можно куда-то с собой его брать в длительные путешествия и кальфовать. Если с собой еще взять аккумулятор портативный, да, Powerbank 1000 на 20, то вообще можно вообще просто забыть про подзарядку от розетки. Также здесь есть полноценная защита от воды, конечно же. До шести метров его можно погружать на 24 часа и ничего с ним не будет, потому что он защищен по стандарту IP68, IP69K, MIL-STD810. Также здесь Corning Gorilla Glass стекло установлено, очень прочное. Он выдерживает падение с высоты, знаете какой? 1,8 метра. То есть, почти 2 метра высота он должен выдержать падение и не разбиться. Так, ну и по звучанию давайте сейчас послушаем максимальную громкость. Вот она, максимальная громкость. Жалко, что не стерео. Динамик 1 нижний. Чуть-чуть похрипывает на высокой громкости. Но терпимо, слушать можно. Это осталось следы от наклейки. Тяжело стираются. Итого, какой вывод можно подвести под этот телефон? Я могу так сказать, что немножко кажется завышенной цена, потому что, блин, ну не сказать, что здесь прям супер какие-то крутые характеристики. Нет, довольно скромные характеристики. Обычные средние характеристики. Да, крутые камеры по мегапикселям, но по качеству фотографий очень-очень, я бы сказал, хотелось бы лучшего. Особенно фронталка. Немножко кривоватый софт. Немножко кривоватый софт. Как-то все, блин, не знаю. Даже вот 120 Гц. Ну, у меня сейчас включено, что автоматическая регулировка. Ну, как будто даже не чувствуется 120 Гц. Я не знаю. То ли я уже привык. У меня глаз замыленный, да. Ну, я не чувствую какой-то супер плавности 120 Гц. Хотя нет, все-таки есть, есть такие нормальные такие анимации. Наверное, я уже просто привык к этим 120 Гц. У меня уже не воспринимается это как нечто такое плавное. Да, более-менее нормально работает, шустренько. Но это если только у вас все висит в оперативке. Если все очистить, наверняка все будет... Вот, видите, тут уже не так все плавно, не так все быстро. Даже настройки открываются с некой задержкой. Эх, вот такой вот телефон получился. Из плюсов могу выделить то, что действительно очень большой аккумулятор. Много памяти, как оперативный, так и внутренний. И, конечно же, тонкий корпус. Для такого объема батареи, для такого... Для вообще защищенника он довольно легкий и тонкий. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ссылка будет в описании. Всем удачи. До скорых встреч. Пока-пока.